Всем привет, это канал Физикс, и сегодня мы будем играть в Яписайка. Нет, это не Яписайка, это игра так называется, вот видите, Яписайку. Ну, такое уж название. Кстати, тут и летает хрен, какого-то хрена. Я не знаю, что он там забыл вообще, это у него из чемоданчика вылетело. Начнем мы новую игру, я уже пытался записать эту игру, но оказывается, она не захватывается, когда она фулскриновая. Я до этого допер, и поэтому я там уже немножко спалил себе, но это ничего страшного, там в принципе, наверное, мы самый сок-то увидим в конце этого видосика. Ну, вы увидите видосики, а я увижу, как бы, вживую. Это место очень людное. Мой галстук слишком узкий, я никогда не носил галстуки. Они были правы, мегаполис сожжет меня живьем. И это письмо. Продолжение работы. Что если это было шуткой, розыгрышем? Но... А вдруг это правда? И если это письмо настоящее... Это будет... Моей первой работой. Вы видите, как он вообще на фоне остальных людей, которые там ездили и ехали в поезде, он вообще прям выглядит очень молодо, прям капец. Он похож на какого-то 18-летнего, наверное, даже может меньше летнего пацана, который, знаете, типа... Оделся, как будто, не знаю, в школу. В галстук просто, типа, и все такое. Ну, реально, ну, посмотрите на него. Он реально на фоне остальных будет выглядеть, как мальчик. Ладно, пофиг. Там я что-то думал еще по поводу того письма, то что, ну, типа, ему отправили не просто так его. Это уж точно. Думаю, мне стоит осмотреться в АСД. Немножко взволнован, может, стоит с кем-то поговорить Е. Давайте попробуем. Так, ну, ВСД работает, окей. А на стрелочке работает? На стрелочке, кстати, тоже работает. Ну, че, давайте тогда с тобой поговорим. Привет, извините. Управление функциональными задачами указанного филиала прямо пропорционально продукту, полученному от его договорных отношений к чистой прибыли. Она, наверное, читает, учит. А выглядит это как будто она жрет, смотрите. Она как будто, как будто, ну, так, закрывает глаза, а потом... Вот так вот делает. Так, ну, кому подойдем? Камере или... Давайте камере. Похоже, что кнопка вызова лифта не работает. Наверху лифта камера. Я думаю, за нами кто-то наблюдает. Бзжжж. Окей. Он курит. Давайте немножко вот сюда, чтобы он на нас не дышал. Привет, я Брайн. Приятно познакомиться, Брайн. Если ты не против, не мог бы ли ты звать меня по фамилии? Чемпион. Знаешь, большие компании и их формальности. О, извини, тогда меня зовут Пастернак. Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Нормально немного нервничать? Да, я здесь из-за письма. Итак. Извини, что беспокоен, но не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Во что ты одет? В костюм? Нет, я имел в виду... Кто его дизайнер? Кто его для тебя сшил? О, тогда понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где я его купил? По-моему, мне мать купила его в супермаркете. Супермаркет? Что для тебя это слово? Не нравится, что ли, это слово? Извини, но... Какой у тебя класс? В смысле? Класс? Типа в школе, что ли, учиться? Класс G, а твой? Че? Что за класс G? Он, типа, в школе, что ли, учится? И это что значит? Три точки. Фейспаун, похоже. Оу! Отвали от меня, червяк! Воу-воу-воу! Ты куда? Как ты смеешь разговаривать со мной о трепье класса G? Но как, как, как? Пошел вон, вали! Эээ, извините за... Заткнись! Что принесло такое, эээ... Дерьмо наподобие тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься? Знаешь? Эээ... Это... Головной офис... Чего? Синтрокорп? Синтрокорп какой-то, боже мой. Мифическое? Нет. Легендарное здание, из которого... Эээ... Происходит самая великая компания в мире. О, да? Я не закончил! Эта компания нанимает самых умных и квалифицированных людей мирового уровня. Они... Отклоняют пачками заявки из самых престижных университетов из-за того, что они не соответствуют соис... Не, они не соответствуют... Сыскатели с требуемым опытом борются за... Нет. Три точки. Успокойся, черепа. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Найс. Только устроили на работу, и тут уже нас это... Вот так вот посылают. Кстати, а что будете с ним еще раз поговорить? Пошел вон с глаз моих! Понятно. Хотя она встала. Давайте с ней поговорим. Как ты нас расценивали тут вообще? Здравствуйте, меня зовут Брайн. Ого, так повседневно. Моя фамилия Хиггс. Но ты можешь... Зволь меня просто Кейт. А, точно, прости. Я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. Нет, 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 нет. Зови меня Кейт. Это более естественно. Ты из Преграда? Да, я из класса G. Надеюсь, ты не против разговоров со мной? Ха-ха. Полагаю, ты тоже... Повстречалась? С этим блондином. В центре города работает много. В смысле, повстречалась? Ну, это ж пацан. Ты что, Брайн? Повстречалась? Сейчас бы мальчиков с девочками путать. Высокомерных людей. О, тогда это значит, что ты не из столицы? Я... Я родился. Да, ты родился. Ты же у нас пацан. Да, ты родился. Походу, кто-то перепутал диалоги. Я родился в классе Е. Но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг. Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и прошла шесть вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверен. Да, конечно. Мальчик с девочкой путаем правильно. Что ты знаешь, как здесь тяжело поучить работу? Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе... Дезагре... Дезагре... Дезагрегированные аналитики. Дезагрегированные аналитики. А какова твоя профессия? Профессия? Ммм... Фух. Что я тут делаю? Получить работу в этой компании невозможно для класса G. Наверное, письмо это просто чья-то дурная ш... Неудачная шутка. Письмо? Можешь посмотреть? Брайан Пастернак, вы были избраны на должность в штате Синдикат. Сука! Синдикат, да, да, конечно, Синдикат. Ой, у меня уже... Слова мерещатся какие-то непонятные. Синдикат, да, конечно, ага. Сейчас, да. Эта работа повышает ваш статус до категории класса А на постоянной основе. Оно было доставлено мне неделю назад. Я думал, я... Я не знаю. Но попав сюда, я понял, что это было ошибкой. И идиот. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебе прислали прямое назначение на работу в Син... В Син... В Син... Нет, я не буду это... Я не буду это читать. Ну нафиг. Давайте... Давайте я буду называть за Синдикат. Ну, типа, по приколу. Если вы вдруг увидите в какой-то серии, там, не знаю, там, 80-е, 50-е, то, что я называю эту корпорацию Синдикат, то надо было смотреть первый видос. Вот. Так что не надо мне задавать такие всякие там... Вопросы, а что ты его так вот называешь? Тут же... Тут же название Синтракорп. Какой Синдикат, да? Просто мне так удобнее. Синдикат звучит намного удобнее, чем Син... Синтракорп. Синтрак... Синтрак... Синтракорп. Вот. Ну, конечно, если, мне кажется, 10 раз сказать, то, может быть, и Синдикат, короче. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Забудрись, парень. Но у меня нет должного образования, или... Это важная компания. Конечно, они подробно изучают каждого студента по стране. Может, они разглядели в тебе большой потенциал? Синтракорп. Опа. Лифт. Громкоговоритель. Мистер Чемпион, пройдите в лифт. Ха-ха-ха. Они всегда сначала вызывают более важных людей, понимаете? Конечно, нет. Я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны. Видите? Индикаторы над лицом, указывающие на этажи. Чем выше поднимаетесь, тем больше вас ценят. Девятый этаж, руководящий должности. Вот моя судьба. Прощайте навсегда, попрошайки. Я сейчас вам до второго этажа докатиться. Что, серьезно? На втором этаже? Я просто на рандомно звал, типа, знаешь, что-то типа, ну, на второй этаж, типа, поднимается и да и все. Не, почему не на первой, почему не на третьей, почему на второй надо было именно? Он остается на втором этаже. Ну, класс, вообще. Похоже, что не так уж он и важен, хе-хе-хе. Три точки. Так, кого вызывают? Миссис Хиггс, пройдите в лифт. Ой, 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 я словно комок нервов. Я словно комок нервов. Удачи, Кейт. Спасибо, Брайан. А, я надеюсь, что мы снова встретимся, и я смогу пригласить тебя выпить кофе. О, а я тоже. Так, а надо ты куда-куда доказаться. Поднялась на четвертый этаж. Похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Хм, похоже, мне надо продолжать... А, подождать, пока они не вызовут меня. Конечно, если то письмо на самом деле не было шуткой. А у него в портфеле только одно письмо, что ли? Здесь ничего интересного. Ясно. Так, а вот это можно... Ух ты, прикол. 0 лобби, 1 столовая, 2 посвящения. Куда, в рыцари, что ли? Третье, и ты, и безопасность. Окей, тут понятно. Четвертый, Улей. Там, что, пчелу разводить, что ли? Пятые, офисы, 7. Кстати, она, получается, в Улей работает, да? Пчелу разводят. Ну, пусть вот разводит пчелу. А тут, чувак, получается, работает в посвящении. То есть, вот там посвящают в рыцаре. Вот так вот, вот так вот делают ему. Он такой... Так, архивы библиотека. 7 этаж, 8 сад, 9 зал. А, зал заседаний. 10 менеджмент и крыша. Ну да, в принципе, так и есть. Так, вот там еще какая-то дверька. Не открывается. Окей. Мусорка. Ого, чё это? Фу! Я думал, ты чё-то скажешь. Нахера тут там полез? Это... Памфлет... Памфлет какой-то. Чё-то... Чё такое? Это буклет вообще какой-то там? Памфлет. У него написано... Каждый год синдикат обеспечивает помощь миллионам людей в саморазвитых секторах с помощью социальной работы. Помните, РОС невозможен без устойчивости. Окей. Вон еще... Памфлет. Это памфлет. В нем написано безопасность, стабильность, честный заработок. И в первую очередь, ваше благополучие. Это наш приоритет. Синдикат обеспечивает гражданство класса А. Для всех наших работников. Мы полвека пробыли на самом верху, работая для вас. Класс А. Мечта для таких, как я. Окей. Это чё так... А, кстати, вот это чё такое? Это типа пепельница, что ли? Это бук... А, это буклет, да? То есть те были памфлеты, а это вдруг буклетом стало, да? Как-то странно. Ну, потом узнать, чё такое памфлет вообще. В нем написано, находитесь ли вы на вершине своего класса, начните работать в лучшей компании мира, с одной из наших роскошных международных стипендий. Может уйти тогда, типа... Вдруг это какая-то секретная концовка? Перед ходом я должен узнать, что это за письмо. А, это так. Ну, давай узнаем. Ну, как? Камера, что ли, подойти? Хотя, возможно, стоит показать это письмо в камеру. И я могу открыть свой кейс с помощью И. Использовать... Здравствуйте, господин охранник. Или... Или госпожа. Бжж-бж-бж-бич. Пожалуйста, я получил это письмо. На нем мое имя. И в нем написано, что я получил работу. Это какой-то розыгрыш или... Эй! Бжж-бж-бж-бич. Три точки. Что за идиот? Похоже, я преодолел весь этот путь просто так. И что, можно уходить? Что ж, похоже, что у меня не появится работа в столице. И мне предстоит долгое путешествие домой. Лифт вызвался. Страшилка. Какая страшилка. Нас вызвали не просто так. Что-то сейчас будет. О-о-о, какая музыка. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Мы сейчас поднимемся очень высоко. Седьмой. О-о-о. О. Заголовок. Юппи-сайка. Девятый этаж. Вот это да. Верхний этаж? Должно быть, это ошибка. Так. Да, ошибка. С самого начала все это было ошибкой. О-о-о. Понятно все. Это кровяка, да? Сто процентов кровяка. Я говорю, отвечай, кровяка, кровяка. Вазы какие-то огромные. Прям пипец. Уж моего рост. Кровяка. Они выглядят как обычные сферы. Я ничего не понимаю в современном искусстве. Ну ладно. Дождик. Так, цветок не юзается. А че насчет... Шо это такое? Дистанционное управление. Но оно не работает. Для него мне понадобятся две батарейки. Так, а где найти батарейки? Современное искусство, дорогие вазы. Но покрытие... Я имею ввиду красная краска. Здесь везде краска. Да конечно краска, это кровяка. Хоть не хочешь признавать, что ой, кровяка. Kill the witch. Убей ведьму. Я отвечаю. Нас не просто так сюда позвали. Убей ведьму? Это какой-то вид эксцентричности в большом городе. Так, синдикат очень важная компания. Поэтому... Стоит такое, чтобы оценить значимость этого кровавого искусства. Возможно, это кровь коровы и стоит миллионы. Ага, конечно, блин. Типа, пришел такой, знаете, из пригорода увидел такую надпись, типа, кровавая. Типа, ну может это, типа, такое искусство, может так и задумано. Может это, типа, что-то я не понимаю, типа, да. Конечно, ага. Выглядит как контракт. Контракт. Я, бренд Пастернак, заявляю, что я принимаю работу, предложенную в синдикат. Описанную в приложении, и моя зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день. Прям как в Звездных войнах, тоже кредиты там. Плюс премии за достижение и обслуживание, а также повышение до класса А. 10 тысяч кредитов в день? Это целое состояние. Да? Стоп, стоп, стоп. Это может быть ловкой. Надо почитать приложение. В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, применяемыми в настоящее время, соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации синдикат. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные приложения в этом документе на неопределенный срок и до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда и по требованию ассоциаций, профсоюзов. Принятие этого контракта влечет за собой полный или исчастный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса, о чем гласит резолюция 1138. Ага. Я ничего не понял из этого. Стоит ли подписать контракт? Не-не-не-не, это уловка. У меня плохое чувство насчет этого, лучше не подписывать это. С другой стороны, получить первую работу в такой важной компании с такой зарплатой, фух. Да, скажи, фух, да. Я тебе отвечаю, тут... Тут ведьмы будут... Ух, точно... Нас будут убивать, а мы их будем убивать, вот. Чё-то... А вазы можно еще поюзать? Нет? Нет. А это чё за проход? Здесь дверь, но она закрыта. А-а-а, всё понятно. Тут такие еще темные уголки, прикольно. Атмосферная, если честно, вот. Игра прикольная. Мне уже, в принципе, нравится. И чё? Я не буду подписывать, в смысле? Это уловка, это 100% уловка. Нас сюда заманили, просто так еще, блин, зачем так... Я не знаю, ради чего они кровью написали тут эту надпись, так еще и кровью тут это... Повозились это... Зачем? Кто так делает, а? Это только... Типа... Не прив... Это не привлекает. Это больше отвергает. Давайте попробуем влив зайти. А-а-а, так можно? Ну-ка. Здравствуйте. Это снова я. Эм, послушайте. Я подумал и решил, что меня не интересует вакансия. Три точки. Я не знаю, если... Если я могу пойти... Бжжжи. Бжжжи. Ага. Понятно. Так, всем пофер на нас, да? И чё? Ага. Погнали на 10 этаж. Приехали. Отлично. Я так и знал. Ага. Не работаю, да? Может, помощь вызвать? Помогите, меня насилуют Нолик О, чё, приехал? Прикол А чё, я могу валить? Ну-ка, свалим давай Стоит ли мне уйти, не получив работу? Да, 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 есть Есть секретная концовка, где мы не идём на работу, ура Я думаю, что эта работа не для меня Я получил концовку Да, да, секретная концовка Я прошёл игру, это спидруненька Спидруненьку игру За спидруненьку Да Блин, мне понравилась игра Да, она коротенькая какая-то, конечно Ну, мне она, в принципе, понравилась Ай Ну, да В принципе, если вы хотите продолжение этой игры То говорите, я подпишу тогда этот контракт Вот он, кстати Это, а, нет, это письмо О, порвал Думаю, у этой игры есть много секретов И всякого интересного Поэтому, если вы хотите, чтобы я прошёл эту игру То обязательно пишите об этом в комментариях А пока что я получил только вот эту За спидруненьку За спидруненьку Вот Вот Мне она понравилась Она Это самая лучшая концовка вообще Которая может быть Мне кажется, там Все остальные концовки Если они там вообще есть То Они какие-то, не знаю Ну, то есть Нам надо помучиться Знаете, там Или мы кого-то потеряем Там Или что-то типа такого А тут Все нормально Все нормально И И нет никаких проблем Мы Ушли спокойно Главный герой Жив-здоров Это самая лучшая концовка Которая вообще может быть В этой Истории И описайка Вот Что ж Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Не забывайте про группу ВК Там можно предлагать игры для прохождения Там же можно следить за выходом Новой серии И Заходите в дискорд сервер Общайтесь там Подписывайтесь На сервер Ну, то есть Там Надо зайти И уже как бы Подписался сразу Общайтесь там И Там тоже можно следить за Выходом новых серий А также за Какими-то объявлениями И все такое Ну, все Всем пока Удачи